В первые дни после новогодних праздников жители домов 4 и 6 по улице Талсинской, а также 10 АПО Комсомольской, начали обращаться в администрацию района и коммунальные службы с жалобами на неприятный запах и подтопление подвальных помещений с точными водами. Водоканал, естественно, ежедневно реагировал на эти обращения. Выезжали каналы промывочной машины, лососная машина, которая производила работу. Однако откачки с помощью помп и насосов оказалось недостаточно. Через несколько часов канализация в домах опять забивалась и переставала нормально функционировать. Если в люк подвала бросить камень, видно, что помещение заполнено водой и отнюдь не минеральной. Камера запахи не передает, но в данном случае это и хорошо. К сожалению, людям пока приходится дышать нечистотами. Специалисты межрайонного Щелковского водоканала под контролем администрации района провели более тщательное обследование внутри коллектора с помощью специальной видеокамеры и нашли причину технологического сбоя. Администрации по поручению главы Щелковского муниципального района было проведено телескопическое обследование канализационного коллектора диаметром 250 вдоль улицы Толстинской, в которой эти дома подключены. И было обнаружено, что верхний свод канализационного коллектора начал постепенно обрушаться и в канализацию поступает земля, камни. Из-за этого ежедневно происходят засоры. Сотрудники управления ЖКХ и управляющей компанией СВТ объяснили ситуацию жителям пострадавших домов. Было принято решение на месте обнаружения аварии провести раскопки для ремонтных работ. Водоканал готовит аварийный ордер и приступает к работам по замене поврежденного трубопровода. Причиной аварии называют коррозийные процессы на коллекторе, построенном в 70-х годах прошлого века. Жителям приносят изменения. После полной ликвидации, устранения технологического сбоя, в подвалах будет проведена дезинфекция, откачка, осушка подвальных помещений. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».